Я почитал Афанасия и Никитина «Хождение за три моря», так бегло и коротко, и кое-что меня там поразило, и захотелось это обсудить. Но прежде всего там поражает наличие массовых выражений на тюркском языке стран. Какой-то Афанасий Никитин вдруг говорит, или пишет, вернее, на тюркском. Ну что же, читаю это эссе. Афанасий Никитин о том, как не перешел в ислам, но изучал их культуру, как грабили и возвращали ему товары, о гостиничных служанках, наложницах и так далее. Прочитал я кое-что бегло на древнем языке, старославянском. Интереснее читать. Аромат таинственности. Но мало понятно. А перевод понятнее. И бросилось много чего в глаза. Почему так краток? Будто это воспоминания. Почему так боязливо относятся к перемене религии, христианства на ислам? Но почему-то в старые времена это казалось трагедией. А для некоторых, наверное, сейчас это трагедия. Недавно описывалось, как русский солдат в плену на Кавказе погиб, но не перешел в ислам. А почему? Почему не перейти в ислам? На самом деле это несущественно. Если просили перейти в их неверу, то почему бы и не уступить? Например, концовка его рукописи показывает два десятка слов на тюркском языке. В рукописи на старославянском это можно увидеть. В переводе этого нет. Что говорит, что пока жил он там, то невольно увлекался культурой и впитывал ее в себя. И жаль, что это опустили при переводе напрочь. И читателю тогда будет и неизвестно эта страсть Афанасия Никитина. Страсть к изучению другой, в источной культуре. И что не имеет никакого оправдания, кроме как ложно-патриотического старания переводчика. А тем не менее, в тексте Афанасия Никитина в одной фразе «И аминь» – христианское выражение, и «Акбар» – тюркское. Цитирую. Милость ее Божию. Милость ее Божию. Приидах же Триморя. Дигерь худо дона. Ола перводигер дано. Аминь. Смилна рахмамрагин. Ола акбирь. Акши худо. И лела акшхода. И са рухуалу. Аликсалим. Аликсалом. Ола акбирь. Аля каиля и лело. Но все это, на мой взгляд, говорит о любознательности русской души. И приемлемости широкой по Достоевскому. Ко всему миру. И чтобы закрепить свои новые знания, после путешествий он и вносит это в свои тексты. Любопытное его наблюдение в Индии, как гостиницы, служанки в комнатах убирались и разделяли ложи с приезжими, по его желанию, за дополнительную плату. Как я понял, интересно читать, как грабили на дорогах, а потом по жалобе султану высылались грабители строгие требования от султана. И все возвращалось путешественнику, но, видимо, чтобы путешественник мог бы преподнести дары султану. И так далее. Правда, есть другая точка зрения, что русские и тюркская культуры в недавнем прошлом были необычайно близки. Так что, или прав я, что это результат его изучения в восточной культуре, или прав этот человек, тогда получается, что в древности какой-то русские говорили на смешанном языке, то русском, то тюркском. Тюркском.